вот эту фотографию мне прислали человек взял это опять коллаж получился это моя 100 рублевая брошюра и 10, 20, 30, 40, 50, 60 где-то 70 костик это порядка полутора-двух тысяч заказ стоит вспоминаем что за 2000 можно купить 10 саженцев 200 рублевых все сразу только получили все 10 с посылки я потом ниже покажу и сразу их в печку хоть какие-то калории дадут а здесь получается по цене одного саженца 2000 рублевого но тоже фактически мертва присылает любая цена но все равно мертвая это стало нормой вот и все другие продавать и они к местам что выбрасывать суют ладно вот в другой раз уже этот конкретный человек не закажет на один-то раз-то деньги подарит пусть второй раз уже плеваться будет но это уже и так пока вся страна ходит песенка по кругу вот эти полторы две тысячи это цена одного саженца настоящего скажем так это может быть целый здоровенный сад ну а как будем учиться дальше сейчас я вам покажу вот это вот письмо а потом вернусь к этой фотографии так александр мэ потом поймете почему я убрал его электронный адрес и фамилию сократил до одной буквы добрый вечер приобрел питомники в сад 24 в 21 году в сентябре санкции персика посадился наклоном в южную сторону с осыплением морозов корневую засыпал перегнаем накрыл полипропиленом мешком и когда выпадал снег набрасывал утеплял снегом как мне казалось это лучший способ укрытия такой способ применяю на винограде пришла весна предварительно я конечно снег отбрасывал с наступлением утепли убрал мешок то я ведь вроде живые у меня их было два наступления в тепле они в конце концов пропали и такая ситуация с апрекосом двухгодовалая вот только посадка была весной за летом их два с половиной метра здоровые были укутывал как ваш сын ткани на зиму значит сразу уважаемым и дело в том что мой сын железа и я за все 38 лет у него срок поменьше вот мы не укутывали никогда и не пытались ни одного абрикоса никак нигде ни за что единственное что то что называть тепловой подушкой посадить допустим все равно старый дом это все это все вот это вот неправда мы просто спутались с персиком мы могли видеть эту фотографию за всю жизнь один год два таким было укутано мне потом это не понравилось самому не понравилось вот они были живы и были живы и не укрыты я говорю господи ну какой черт это время теряли вот но сам факт что очень очень холодных регионах этот способ годится но есть лучший способ вот этот момент теперь так значит получилось что после этого что он пишет создавал воздушную подушку это мои слова да воздушная подушка это хорошо но весной не получилось ни перчиков ни абрикосов с удовольствием первый год со всеми подкормками когда что вносить надо не надо я знаю что пошло мне не так хотел бы услышать ваше мнение омск в общем 90 процентов что просто сопрели вот просто сопрели потому что другие это надо все вот эту технологии вашу утепляли 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 это надо было живем видеть вот теперь дальше это первый вопрос работа с прививками поращивай косики экспериментировать для себя вырастил из косик персика взял у соседа растет ближе к земле у нас растят игрушу яблони бывает 45 в общем я персик в августе пересадил на постоянное место подрос 40 сантиметров ты знаешь нормально развивался правильно это не мертвый с рынка и с наступлением похолодания был снег решил укрыть опавший листвой приспели в земле накрыл полиподезом мешком помните наша песня хороша поверх мешка пленку чтоб не мокла с боковым всыпал землей как вы считаете такое укрытие поможет пережить зиму я конечно поверх буду подбрасывать снег так вот на этот вопрос я также не отвечу возможно в принципе повторили то что было с какими-то изменениями может быть не так будет выплевать и возможно все будет нормально хотелось бы но что не вижу то не вижу я начал готовиться к ответу постепенно вот смотрите то есть я от вебинара вебинар я получил письмо и сразу раз его в следующий вебинар чтоб свежим было и вот пожалуйста я еду к чернобаеву до этого вот его саженец он его сильно обрезал получил массу тонких длинных веток это в этом году так обратите внимание как он добивается успеха смотрим что было бы на врачину точно так же смотрите хасанский это его нога и минусевский так вот теперь и тут же уже лежала заготовлено вот это вот капна самых хвойных веток то есть вы уже поняли что его остается только вот это накрыть хвойными ветками потом сверху это самое какая-то не тканая ткань я уже забыл и а дальше слегка снегом припарашивает все у него получилось а у товарища мы не получилось вот я тогда еще взял и несколько фотографий ну как вопрос задали я стараюсь отвечать пошире смотрим вот это вот персик это слива но сам принцип можно так распластывать это начало пути а потом уже укрывать вот я например укрывал как я показывал и мне даже найти трудно все фотографии огромный архив просто брала поляна тут придавил там придавил . весла и поляна убрала щит приподнялась все песика то есть просто сколько снегом нагрел столько вокруг следующий момент это уже с обрезкой но это сам принцип мы потом еще к нему вернемся к этому принципу это я я на самом деле смотрите привет это ваш сад Крутовского который вы имеете отношение но таким он был я 10-15 назад вот 10-15 лет назад любопытство привело меня в этот сад Крутовского мы сейчас с вами не будем знакомы значит я стараюсь каждую фотографию сделать лечебно в данный момент я спрашиваю у товарища Степана который мужик так сказать из простых но опытнейший садовод зачем вот так он сделал он правильно объяснил надо чтобы попозже прослось деревья миновали цветы весенние заброски а вот это вот тропиночка через нее мыши не полезет они боятся открытых проста и это замечает борьбу с мышами ну это химикат и прочее я внимательно выслушал я спросил что-то он сказал яблоня я спросил что это то есть я уже не спрашивал я увидел абрикос вот сказал а влежим нудный вредный так же как это как оно должно быть и попросил давай встанем на колене раскопаем раскопали увидели это что там стоит вода и шейка корневая основная штампа гниет вот то есть вот такой принцип это абрикосы мне подходит это я сказал к слову вот и если говорить про абрикос в общем никаких укрытий ни чего они должны и выдерживают морозы на уровне яблонь то есть до 40 но для этого нужно что хоть как-то ранировать вырастить несколько поколений то есть по железу ранирование не так как в науке там времени приходится обычно 5-10 раз больше надо времени а здесь несколько поколений что-то не каждый год и все крепче крепче держит мороз и тогда укрыть отпадает вот и получается еще потом я у меня из десяток персиков до себя выращенных сельсов я их накрою коробками сфотографирую когда снег выпадет опять месяц полтора пять дней ни капли как стояла суши это дикое невероятное невиданное никогда такого не было и быть не может ни капли снега ни капли дождя а если навсегда единство за абрикосы спокойно что будет с садами если воды не будет вообще а почему так это не должно быть то где-то нарушилась сама мироздание видите как а на инисея полно уток никогда столько уток я не видел такие табуны почему они не улетели на юл они что-то знают или дикая ошибка они зимой погибнут в 40 раз и морозы пусть инисея замерзает почему есть придел они остались ради степла зима а предупрежден последний зима был 30 градусов а не 40 а если это будет 20 градусов думать я радуюсь вот как я хочу чтобы как раньше было каждый третий год 40 вот уж переживем и урожай пропустим и померзем который вот забывай когда шапку опускал на уши вот такие мои эти хотя бы это не все смотрите я чеку даже письмо получите комментировать не буду сам факт сами как хотите относитесь вот это письмо я как мог ответил и про то что скорее всего выиграл и про то что нельзя так делать вот совет сада чернобаева да вот и получается что видите и потому что нельзя абрикосы укрывать что он ошибся и 3 дня я молчал вот это в один день вот это вставил другой не нету третий день нету четвертый день вот эту вот готовлю сюда подойдет у меня же много за этих вставил